Также фигурный объектный текст мы можем набрать вдоль кривой. Здесь в иллюстраторе кривую мы должны нарисовать заранее. Допустим, замкнутая кривая или карандашом созданная незамкнутая кривая. На сей раз мы берем инструмент номер 3, Type on a Path, текст на контуре, подходим к кривой, всплывает подсказка Path, контур, значит мы на контуре находимся, и делаем клик. Мы делаем клик и начинаем ввод текста. Пожалуйста, набираю текст на кривой. Не забываем, что в любом случае нам заранее не помешает делать Reset, потому что под индекс сразу включился. И набираем текст вдоль кривой, любого количества до замыкания. Еще раз все это покажу на незамкнутой кривой. На сей раз обводку я сделаю другого цвета и толщину задам. Возьму тот же третий инструмент, подойду к Path и сделаю клик. Текст вдоль кривой. Как вы заметили, цвет обводки исчезает. Обводка сама остается на своем месте, но цвет исчезает. Так работает инструмент в Adobe Illustrator. Чтобы увидеть обводку, нам надо идти в режим контуров. В режим контуров мы идем с помощью клавиатурной комбинации Ctrl-Y. Ctrl-Y отправляет нас в режим контуров, где нет цвета. И Ctrl-Y возвращает нас в стандартный обычный режим, где видны цвета, оттенки. Чтобы вернуть цвет обводки, нам надо выделить только контур. Только контур обычной черной стрелкой не получится выделить. Выделяем что-то одно из стопки с помощью инструмента Group Selection. Стрелка с плюсиком. Щелчок по пустоте, либо в обычном режиме, либо в режиме Ctrl-Y обнаруживаем только контур, под. Выделяем только его и задаем цвет обводки и толщину. Group Selection. Сначала щелчок по пустоте, чтобы снять все выделения. Затем выделяем только контур. Если в обычном цветном режиме неудобно выделять контур, вы можете нажать Ctrl-Y, идти в режим контуров и там все это делать. Выделяете контур, выбираете цвет обводки, толщину, но возвращаетесь в обычный режим Ctrl-Y. Дальше редактирование уже обычной черной стрелкой. Здесь в иллюстраторе есть такие полоски. Полоска с квадратиком слева. Это перемещение текста. Но перемещаем, ухватившись не за квадратик, а за хвостик. Если за квадратик возьмётесь, вы перебросите текст с этой кривой на другую. Если нажали квадратик, ещё раз берите чёрную стрелку и уже за хвостик перемещаете. Линия с квадратиком справа – это граница. Если вы выйдете за границу, то текст спрячется. Границу рекомендуется расширять для свободного перемещения текста. Всё то же самое на незамкнутой кривой. Это перемещение текста. Это граница. Границу расширяем. И ещё одна линия без квадратиков – это зеркальное отражение. Зеркальное отражение текста. Можно во время зеркального отражения при нажатой Alt создать копию. Но копия не только текста, но и всей кривой. Иллюстратор не позволяет вдоль одной и той же кривой создать несколько текстовых фрагментов. Мы вынуждены скопировать кривую с текстом и редактировать текст как уже второй фрагмент. Либо Ctrl-C, Ctrl-V, либо при нажатой Alt перемещать этот текст. Это уже второй текстовый фрагмент со второй кривой. Вы можете войти вовнутрь двойным щелчком, выделить текст и набрать уже любой фрагмент. Не забываем, это полностью копируется текст вместе с кривой. Вы можете кривой убрать цвет обводки, цвет и толщину при необходимости. Очень хочется немножко отодвинуть текст от обводки, иначе все сливается и неудобно читаемым становится. Чтобы сместить текст, мы обратимся к кнопочке А большая, А маленькая. Это смещение текста от базовой линии. Пожалуйста. Смещение текста от базовой линии. Есть некоторые опции для работы с текстом вдоль кривой, но насколько нам они понадобятся. Опции для работы с текстом вдоль кривой находятся в главном меню Type, Text. Type, Type on a Path и Type on a Path Options. Здесь примерно все то же самое можно делать, что мы делали уже руками с помощью линий. Во-первых, зеркальное отражение. Во-вторых, разные функции выравнивания. Выравнивание по базовой линии, по самой верхней точке, по самой нижней точке, по центру и так далее. Скорее всего, мы это сделаем через смещение от базовой линии. Это намного удобнее. Смещение всего текста тоже не всегда удобно. Лучше использовать трекинг. Поэтому пока все это я отменяю. Единственное, что, возможно, будет вам интересно в этом окне, это эффекты распределения текста вдоль кривой. По умолчанию, как радуга, буквы распределяются вдоль кривой. Можно их распределить с наклоном, с Q. Так же, как 3D-ленточку. Можно ступенчато. И как гравитация. В основном мы, конечно, выбираем радугу. Очень рекомендую делать практику. Находится в разделе номер 5. Называется текст вдоль контура. Текст на контуре. Это такая обычная печать с размерами 40х40 мм, 36х36 и 26х26. Но мы не забываем, что как только мы набираем текст, то пропадает цвет обводки. Для большой окружности я задам 2 пункта. Для второй окружности я выберу 0,5. И для третьей окружности я тоже выберу толщину 0,5. Сразу рекомендуется эти три окружности на панели Align между собой выровнять. И только после этого начать ввод текста. Не забываем, обводка исчезает. Просто будьте готовы к этому. Работайте обычными инструментами. Границу расширяю. Но чтобы работать с обводкой, берем Гроб Селекшн, щелчок по пустоте, выделяем только под, еще раз цвет обводки и толщину обводки задаем. Смещение от базовой линии здесь. Здесь копирование при нажатой Alt за хвостик. Двойной клик. Заходим вовнутрь и набираем другой текст. И так далее. Здесь, к сожалению, нет таких функций выравниваний, допустим, по верхнему центру, по нижнему центру. Поэтому я многое выровняла через направляющие. Напоминаю, направляющие вытаскиваются из линеек. Спасибо.